всем привет сегодня буду заниматься упаковкой мыла с нуля созрела у меня три вида мылка марина на светлом пиве и шоколадная вот такие коробочки они мне приходят в разложенном виде я заказываю их у владимира салфеточки такие ажурные их можно в любом супермаркете купить они продаются разного диаметра какие вам удобно такие вот салфеточки мы складываем в коробочку вот хочу уже их до использовать а потом буду упаковывать сезаль все знают что такое сезаль это такое натуральное растение растет жарких странах по типу как бы такого большого алоэ алоэ или колонхоя если переводить на наш язык короче такое алоэ вера огромная где-то полтора-два метра высотой это сезаль она как-то там по-другому называется уже когда в готовом виде называется сезаль одеваю перчатки буду брать уже кусковое мыло в руки значит когда вырастает это растение но растет сухом климате в таком его срезают вот эти листья его они как алоэ да я уже сказал срезают листья высушивают и когда она высыхают она имеет такую волокнистую текстуру и вот это волокнистая текстура идет для декора мыло у меня сезаль ложится в коробочку вот отделать перчатки на складывала целую пучку коробочек какое будем упаковывать давайте светлое пиво вот такое мылка на светлом пиве сварено я уже показывала видео наверное как я его варила она твердо смотрите видите она у меня была сварена 27 декабря семнадцатого года сегодня какое 27 28 сегодня января 18 мыло полностью созрела тверденькая стала такой ровной ровной консистенции мыло с нуля холодным способом я его пропечатала такое красивое да кстати без красителей без ароматизатора пахнет ну пахнет я бы не сказала что она пахнет косметическим мылом запах сладковат видимо это я смотрю тут на телефоне блогера своего любимого аромат у него но не хмельной но какой-то такой сладенький аромат не могу вам описать не пахнет приятно это мыло подходит как для лица так и для тела где-то у меня тут одно из пропечатано коробочка сейчас я буду брать весы вот мои любимые весы посмотрим вес потом буду клеить наклеечки и 120 грамм здесь 110 вот мне под эту коробочку хочу подогнать кусочек мыла вот так вот мы вкладываем просто ложим брусочек мыла в коробочку на салфеточку накрываем сверху буду наклеивать наклеечки свои которые у меня уже готовы писать вес мыла и все мыло себе будет лежать ждать своего часа когда его кто-то купит или подарит и она дальше там будет созревать коробочка бумажная из картона гофрокартон да такой вот он какой-то дышащая то есть она не будет задыхаться но дальше будет себе созревать такое мылка на светлом пиве получилось такое светленькое прекраснейший аромат так большие куски нам попадаются по 120 грамм поэтому поэтому пока буду подгонять не надо 110 чтобы это у нас будет светлое пиво так будем аккуратненько ставить тут 120 тоже грамм складываем в коробочки аккуратненько и все оно себе будет стоять удозревать и хочу наверное пару кусочков оставлю для мыльных наборов для мыльных наборов буду складывать по два или по три брусочка вот в такие коробочки покажу вам вот такая коробка тоже заказывала у владимира приходит она в разобранном таком виде складывается очень просто так вот все удобный вариант упаковки это мягкие беленькие коробочки вот видите сюда еще можно вставить перегородку что я не брала перегородки ну короче еще оставляется такая бумажная перегородочка на два брусочка мыла можно вот так один кусочек 2 сюда я буду ложить не салфетки ажурные не такие а буду ложить сезаль сезаль сезалька будет сюда в самый раз и все так закрывали получается такой красивый будет наборчик натурального мыла сверху ленточка можно еще какие-то бирочки ну не бирочки наклейки берешь бирочки это из другой оперы вот так 120 видите как станочек нарезал все мылка по 120 грамм ничего мы найдем 110 124 мыло будет терять еще свой вес так что когда вы если вы пишете подписываете мало вы должны учитывать то что при хранении при лежание созревание мыло немножко усыхает поэтому на этикеточки надо писать немножко вес меньше вот допустим 119 грамм значит пишем примерно 110 105 вот так потому что мыло будет усыхать и если вы готовите мыло на продажу чтобы не обманывать покупателя вот 119 это 119 я ложу вот сюда где он по 110 вот так она еще при лежании созревание она будет усыхать и как раз получится 110 грамм перед тем как пустить в продажу я его еще проверю вот такие маленькие тоненькие кусочки сейчас буду упаковывать марину красильную вот такая красотка у меня созрела вот видите красивая да пропечатанная практически ничем не пахнет немножко такая растительная пудра варила я ее я уже вам ранее показывала вот классная пудра арома зоновский это марина красильная добавляла ее уже готовую мыльную массу для декора окрашивания и полезных свойств придания мылу полезных свойств вот такие красотки так этих маленьких я отложу на наборы которые меньше весом а такие хорошие бруски кстати они уже тверденькие хорошо видите какое твердое мыло не мягко ничего не выделяется не масло смотрите оно полностью сухое без выделения каких-либо масел тверденькая гладенькая красавчик тоже 119 грамм вот когда буду писать будут писать 110 грамм мылка еще будет лежать и усыхать это очень важно чтобы не обманывать покупателя своих любимых постоянных покупателей нельзя обманывать так вот складываем наверное мне них не хватает ажурных салфеток у меня есть большие салфетки для набора пойду сейчас возьму сизаль сизаль сизали благо я набрала много-много заказывала сизаль в магазине декорис или декорис как правильно интернет магазин кому интересна эта информация и этот магазин если в нем заказывать сейчас сниму перчатки буду складывать коробочки если заказывать там оптом сизаль то получается намного много дешевле чем брать ее по допустим по 20 и по 40 грамм вот я в том году набрала сизали много если я не ошибаюсь то каждого вида я брала по 800 грамм до 700 или 800 грамм и поэтому у меня запас большой и получилось выгодно так как сизаль не знаю сколько сейчас и 22 сезали наверно стоит 25 наверно вот и посчитайте для того чтобы было подешевле себестоимость мыла уже в упаковке лучше конечно брать оптом материалы упаковочные чтобы для клиентов было немножко дешевле так как сами понимаете и масло и щелочь и все входящие ингредиенты в само мыло плюс газ вода свет моющие средства все это также входит стоимость мыло то есть то что вы потратили на одну партию сколько вы на водяной бане разогревали масла тратили газ газ как вы знаете не дешевый электричество моющее средство для того чтобы отмыть всю эту посуду потом упаковка это все стоит денег и коробочки салфеточки потом если клиент просит сделать подарочные варианты то ленточки наклеечки если наклеечки стандартные то они не очень дорогие если вы заказываете у дизайнера наклейки сейчас вам покажу вот по типу таких наклеечек да вот как я на мыло на свою заказываю со своими допустим там составом со своим с телефонами так это мыло стоит то есть не было наклейки они конечно уже будут подороже вот такие разные шоколадный там микс медовая с овсянкой фруктовый микс это еще вам скажу недорого если там что-то подороже там всякими рисунками то конечно еще дороже будет стоить вот я заказывала на кокосовое масло вот кокосовое тоже девочка разрабатывала такой дизайн дизайн вроде бы простой но красивый лаконичный и больше такую таким дизайном никто не будет пользоваться она только для меня будет печатать то это конечно же стоит все денег вот мыло из основы я делаю под заказ мыло для взрослых называется форма сантьяго не буду уточнять что это за форма я думаю все поняли так так что как бы когда говорят сколько стоит кусочек мыла а ты говоришь столько-то столько-то и говорят ого за кусочек мыло столько денег давать я раньше как-то знаете так обижалась это мне так было обидно а сейчас я всегда говорю а вы попробуйте сварите сами сварить это пол сначала надо найти хороший магазин для мыловаров по приемлемой цене чтобы вас не обманули чтобы вам вместо кокосового масла не подсунули пармовое чтобы были хорошие сроки водности на масла так как основной ингредиент мыли это масло и щелочь найдите такой магазин поработайте с ним доставка всех этих ингредиентов тоже стоит денег это не бесплатно затем нашли магазин как вы понимаете магазин для мыловаров цены подороже например если заказывать там у частного лица то будет гораздо дешевле и не гораздо но на процентов процентов 15-20 дешевле так вот у меня был такой случай довольно таки известный магазин для мыловаров многие его хвалят многие ненавидят не буду называть его название но магазин меня хорошо кинул на маслах плане том что заказывала я у них кокосовое масло они мне прислали пальмовая но так как я уже немножко варю мыло и различаю масло и по цвету и по консистенции по аромату и по тактильным ощущениям я им написала говорю я же заказывала у вас кокос рафинированный да а мне пришло 5 килограмм пальмы они ой извините вышла ошибочка туды-сюды ну правда они мне потом следующем заказе я уже заказывала допустим у них пальму да и они мне уже там и разницу вернули ну короче они со мной рассчитались но больше в этом магазине я не заказывала ничего даже упаковку не заказывала то есть они вот так вот таким образом хотели то ли заработать то ли что потому что допустим кокос стоит в два в три раза дороже пальмового масла ну вот так ему захотелось меня обдурить сейчас поставлю на паузу схожу за зачем или же не буду ставить я уже сейчас буду упаковывать вот это мылка разное у меня еще осталось шоколадное я не буду ставить на паузу получится длинное видео это с маслом какао мыло и с какао бобами вот верхушка у него белого цвета закрашена диоксидом титана это я типа делала декор такой типа сливки сливки с шоколадом но это мыло не знаю почему видите если вот марина красильная ровная текстура это тоже нулевка с холодным способом и это нулевка холодным способом шоколадная то у них совершенно разные получилось это мыло у меня быстро вошло в след быстро вошло в след и вот что-то на него повлияло получилась такая у него неровная консистенция но на свои свойства никак не влияет мыло очень ароматная пахнет шоколадом и свои свойства не теряет так что пошла я за сезалью буду дальше упаковывать а вам всем спасибо за внимание задавайте свои вопросы всем пока